Добрый день, уважаемые подписчики моего канала и гости канала. Сейчас вы увидите скриншот и потом видеоролик, фрагмент, как Шольц, канцлер Германии, посетил саммит G20 в своей пиратской повязке. Этот саммит G20 проходит в Индии. Теперь уже государство переименовали Бахат, по-моему. Буду пока по старинке называть Индия. Проходит он в Индии, 23-й. Бахат, по-моему, переименовали государство, неожиданно. Ну ладно, давайте вам покажу скриншотик, а потом перейдем к видеоформату. Вот уже там опубликовано это видосик у Путина в Телеграме, где написано, что Шольц, канцлер Германии, явился на саммит G20 в своей пиратской повязке. Канцлер Германии не стал снимать повязку, так как его глаз сменит несколько оттенков от красного, синего и зеленого до желтого и коричневого, пишут. Он также отказался от маскирующих косметических средств, чтобы рана спокойно зажила. Да, Шольцу мы желаем крепкого здоровья, вот, как любит Путин пожелать нам здоровья, помните, Путин пожелал здоровья Байдену, теперь я уверен, желает здоровья и Шольцу. Вот так вот, видите, в скриншоте с такой повязочкой приехал на саммит G20 канцлер Германии. На эту тему очень много было шуток, ну, давайте я вам покажу видосик, фрагмент видеофрагмента, где Шольц прибывает и его встречает лидер Индии. Смотрим. Вот мы видим, как Шольц идет навстречу G20 с повязкой, его ждет лидер Индии. Вот, жмут друг другу руки, Шольц прибыл. Вот, вот, Шольц прибыл. Мы все видим, они о чем-то говорят, да, показал. Мы это видим, жмут руки друг другу. Вот так вот произошла встреча на G20 лидера Германии и Индии. Вот так вот, с такой повязочкой Шольц приехал на G20. Да, для тех, кто не в курсе, что произошло с канцлером Германии, ну, несчастный случай, бежал утром, по информации СМИ, делал утреннюю зарядочку Шольц, типа споткнулся, упал, ну, по-русски говорит гипс, но вот здесь оказался поврежден глаз. Да, не знаю, куда смотрела охрана у Шольца в Германии. Я лично считаю, что это было не случайно. Просто так, такие люди, как Шольцы, канцлеры Германии, не могут случайно упасть и все остальное. Я думаю, что это мое личное мнение, что было подстроено. А может быть, и любовница ему ударила в глаз. Да, и такое может быть. А нам поют песни, что он неудачно упал при пробежке. Ну, всякое может быть. Но я не верю случайности, не верю. Такие люди, как Шольца, не могут случайно упасть. У них есть охрана. Наверняка был маршрут, где он будет бегать. Уже там и охрана стояла, и, наверное, и асфальт про... Асфальтировали, и подмели, и подмели, и помыли. Ну, и пропылесосили. Как так вот мог упасть, непонятно. Ну, нам так говорят, такая информация из СМИ взята. Ну, что поделать, мы ее не можем протестовать, это правда. Вот с такой повязочкой приехал Шольц. Ну, что мы можем сказать. У немцев кризис, как у всей Европы, особенно у немцев. У них нет дешевого газа российского. Теперь у них дорогой американский газ. У них, по информации СМИ, ну, вообще по всей Европе, туго с электричеством. Особенно не доходит электричество в больших масштабах до предприятий. То есть у них забастовки идут, у них садится экономика. И даже поговаривают, что у них завод-концерн Mercedes переедет в Америку. Ну, так поговаривают, как будет на самом деле, не знаю. Но уже даже наши пропагандисты говорят, что немецкая экономика упала. И нынешнее лицо Шольца, лидера Германии, это нынешнее лицо промышленности Германии. Так шутят уже над Шольцем, над Германией. Ну, мы видим, что немецкая экономика проседает, и что-то произошло и с Шольцем. Да, ну, это можно сказать случайность, но я думаю, случайности нет. Вот так вот. Да, еще я хотел бы, что сказать. Шольцу я советую позвонить Путину и просто проконсультироваться, как нужно делать безопасно утренние зарядки. Я удивляюсь, наш Путин занимается таквандо, и что-то с ним, ну, нету никаких побочных эффектов. Все-таки таквандо, сами знаете, удар и все остальное. Можно там и фингал получить. А тут бегает, марафоном занимается Шольц и падает. Ну, как так? Что-то у нашего Путина нету ни фингалов, нету рук переломных. А у Шольца при пробежке такой, ну, раз упал. Ну, как так? Да, ну, это можно с иронией над Шольцем. Шольц сам, когда повредил свой глаз, он говорил, люди, пишите мне мимо, шутите надо мной, давайте, давайте. Да, он уже сам, наверное, шутил уже на эту тему. Ну, что поделать? С одной стороны, смешно, а с другой стороны, грустно. Грустно, конечно, для немцев, потому что мы видим, что от Шольца толку нет на лиде, на посту канцлера Германии. И немцам есть о чем погоревать, конечно. Вот так вот. Что я жду от этого G20? Ничего хорошего. Я думаю, ничего там конкретного не будет предложено для моей родной страны России. И, скорее всего, будут такие лидеры, как Шольца, будут предлагать нам увеличивать санкции. Конечно, Шольц не хочет увеличивать санкции, но дядя Сэм подталкивает Германию. Потому что американцам нужно, чтобы Европа давила на Россию. Ну, грубо говоря, Америка использует всю Европу и Германию в том числе. Вот и все. Только можно горевать Шольцу и всем лидерам Европы. Вот и все. Одно спасение для Европы какое? Попросить военный блок НАТО уйти из их территории и вернуть им суверенитет. Все. Вот так вот. Вот с такой информацией с вами поделился. Сказал вам свои мысли, что я на эту тему думаю. Пожалуйста, уважаемые подписчики моего канала, тоже пишите свои мысли. Пожалуйста, пишите в рамках правил. Дзен не любит, когда в комментариях ругаются, и мне самому это неприятно. Поэтому админы Дзена удаляют плохие комментарии, я тоже корректирую. Вот. Уважайте себя и окружающих. Также подписывайтесь на мой Дзен канал, подписывайтесь на мой YouTube канал и ряд других моих ресурсов. Они будут приложены в описании видеоролика. Конечно же, лайкосики и комментарии приветствую. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok